Мы все это делали, это подходы узбековым удаления, противопожарные двери. В наследство от застройщика новому инвестору досталась фактически пустая бетонная коробка без коммуникаций. За полгода в дом на Пасечной 30 буквально вдохнули жизнь. Электрика, вода и канализация уже почти готовы, рассказывают представители застройщика первому вице-мэру. Ход работ под строгим контролем администрации. Сегодня очередная инспекция. Уже сейчас на 90% готовы внутренняя разводка электрики, внутренняя разводка систем водоснабжения и канализации. Подводим внешние сети электроснабжения. На 50% уже подготовили газовую котельную. А трансформаторная подстанция уже готова. На следующей неделе электричество в дом будет поступать уже не по временной схеме. На месте пустых шахт наконец появились лифты. Идет пусконаладка. Внешняя отделка завершена. Сейчас рабочие занимаются внутренней. Красят и штукатурят стены. Новый застройщик вложил в достройку дома почти 60 миллионов рублей. Еще не меньше 10 придется потратить на усиление конструкции 15-этажки. Насколько она необходима, покажет экспертиза. Есть ряд вопросов по инженерным сетям. Но мы наметили на сегодняшний день все даты и сроки, когда данная работа будет завершена. То есть окончательный объект мы можем принимать в конце декабря. Своих квартир 139 дольщиков. На Пасечной ждали больше 10 лет. Надежда появилась лишь в начале лета, когда на объект зашел новый инвестор. Мы долго за этой ситуацией, годами наблюдали. И просто эмоции огромные. Просто нет слов, что действительно мы дождались того, чего ждали. И с большой вероятностью можно сказать, что можно будет уже в этом доме и Новый год встретить. Всего в Сочи в списке долгостроев еще два года назад было 28 домов. Сегодня почти половину из них уже исключили из печального реестра. 13 объектов на сегодняшний день уже исключены. По пяти объектам, в частности, на одним из которых мы с вами присутствуем, ведутся работы. И в ближайшее время предполагается завершение. В числе самых сложных объектов это три дома компании Ида, на Санаторной, Гагарина и Виноградной. А также жилой комплекс Сочи Абсолютно, улица Островского. Новостройки, скорее всего, будут достраиваться за счет средств из Федерального фонда защиты прав дольщиков. Соответствующую заявку мэрия туда уже отправила.